МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ростове-на-Дону состоялись финальные соревнования по плаванию в зачет всероссийской спартакяды учащихся. Честь Тюменской области защищал мастер спорта Арсений Чевелев. Сибиряк завоевал золото среди юношей 15-16 лет на 100-метровке вольным стилем. Арсений стал королем бассейна с показателем в 51,75 секунды. На дистанции вдвое короче тюменец взял серебро с результатом 23,90 секунды. Лишь мгновение он уступил Артему Селину из Красноярского окрая. Я участвовал там после Европейского юнического фестиваля. И результатами я вообще недоволен. Я приехал туда просто как... потому что надо и все. Первое, второе место и ты недоволен? Ну, просто результаты были плохие. А вообще на какой результат стремился? Из скольких хотел выплатить секунду? С 51. Вполне возможно, что Арсений справился бы и с этой задачей. Но львинную долю своих сил он оставил в Венгрии на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. На родине создателей кубика Рубика Чевелев чувствовал себя как рыба в воде и выиграл 4 медали. Трижды поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета по итогам командных выступлений. Помимо этого в активе подопечного Олега Ермаченкова значится индивидуальная бронза. Я старался не сильно волноваться, потому что это мешает скорее. И старался настроить себя на отработку дистанции. В ближайших планах пловца подготовка к первенству мира, которая пройдет в конце августа в американском Индианаполисе. Игроки футбольного клуба «Тюмень» на стадионе «Геолог» завтра проведут очередной домашний матч «Фанбет» первенства ФНЛ. Соперникам черно-белых будет луч энергия из Владивостока. Но даже за день до игры виртуозы мяча, пока находящиеся на дне турнирной таблицы, не забывают о социальной функции клуба. Счастливчиками, которые смогли провести несколько часов в компании с игроком молодежной сборной России Павлом Шакура и защитником ФК «Тюмень» Владимиром Ходоком, стали отдыхающие оздоровительного лагеря «Дружба Ямал». Мастера провели для детей зарядку. Я доволен, конечно. Здорово провести время с ребятками, 10-летними, 12-летними. Провести для них зарядку, ну и самим разогреться. Когда впервые увидел детишек, они сначала такие немножко грустные вышли, не выспавшиеся. Но по ходу зарядки, когда играла громкая музыка, уже было видно улыбки. То, что ребята разогрелись и рады встречать новый день. Потому что если не будешь делать, то потом будет, ну, если будет какое-нибудь там мероприятие какое-нибудь будет, и надо будет там бегать, то у тебя потом ноги очень будут болеть и все такое. Я футбол вообще не люблю, но так приятно. Сам только мне умею играть, а еще самому не очень нравится. Не знаю почему. Будем надеяться, что после такой зарядки Евгений игру номер один полюбит. Ведь после упражнений под заводную музыку Павел и Владимир сыграли с ними, показав всю прелесть футбола и красоту финтов. Каждый собрал себе команду из четырех человек. Коллективу Шакура даже девушка в составе не помешала одержать победу 3-1. Всегда приятно выступать в таких мероприятиях, когда зовут. Надеюсь, что детям тоже понравилось. Хотя некоторые, наверное, еще не проснулись, все-таки рано утро еще. Ну, так, приятные положительные эмоции на весь день. С желанием победить Павел выйдет завтра и на матч с лучом энергии, который состоится на стадионе «Геолог» в 19.00 по местному времени. На сегодня у меня все. Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте isnta.ru. До свидания.